Борис Березовский. Как заработать большие деньги? Зачем я откровенничаю? Я уже пожилой человек, добившийся в жизни всего, о чем только можно мечтать. Моих денег мне не прожить до конца моих дней, а учитывая скромность моих потребностей, и за много жизней не прожить. Я больше не заинтересован в зарабатывании денег. Будучи евреем, я, за исключением последних лет, жил и работал в России, хорошо узнал страну и ее народ, изучил силу и слабости русских. Начав как беспощадный эксплуататор и иудей, я постепенно проникся сочувствием к великому и сверхтерпеливому русскому народу, и сейчас уже вполне искренне желаю ему блага. Я изменил религию, крестился я в православии, во многом разошелся с еврейской общиной и ее солидарным мнением, хотя до конца евреем быть не перестал. Мои деньги, вырванные сперва у России, теперь работают на благо России, и мой жизненный опыт тоже мог бы послужить русским. Надеюсь, что публикуя со свободным правом перепечатки эту сперва внутрикорпоративную конфиденциальную брошюру, я принесу пользу отчаявшимся и увязшим в неразрешимых проблемах людям. На самом деле нет на свете каждому по солнцу, но денег на свете может хватить всем. Для того, чтобы они были, нужны прежде всего желания и способность их принять, и удача, удача и еще раз удача. Спросите любого русского, что такое удача? Он ответит, везение, не зависящее от нас. Евреи воспитаны иначе. С молодых лет нас учат, что удача это продукт целенаправленного действия, что внешне случайные события на самом деле подготовлены людьми, их верой и волей. Мир отнюдь не стихия хаоса, и удача не так слепа, как ее себе многие представляют. Люди на земле получают разное количество денег, потому что по-разному воспринимают реальность, по-разному ощущают мир. Для того, чтобы сделать вас богаче, нужны перемены не извне, а внутри вас. Это, если хотите, магия успеха. Первобытный наш предок, перед тем, как идти на охоту, рисовал оленя на песке и поражал воображаемого зверя копьем. Для чего он это делал? Просто по темноте своей? Или знал из опыта тысячелетий, что всякому материальному действию предшествует план, идейная разработка будущего события? Эта магия не была примитивной, она и в самом деле помогала охотнику добыть настоящего оленя. Такова сила веры. Сила материализовать наши желания и представления, или наоборот, материализовать наши страхи и фобии. Когда в начале девяностых я, скромный научный работник, начинал бизнес, я очень жестко следовал одному условию западной социальной психологии. Гнать в шею даже самого толкового сотрудника, если он разлагает пессимизмом и неверим в успех коллектив. Тогда я просто следовал моде на западное и не понимал, зачем я это делаю. Теперь я точно знаю, в чем тут суть. Если бы в том древнем племени нашелся бы очень толковый охотник, который усомнился бы в песчаном рисунке, то племя бы не добыло настоящего оленя и умерло бы от голода. С верой нельзя шутить. Плацебо, то есть внешне материальные атрибуты веры, могут быть какими угодно. Если не веришь в успех предприятия, лучше вообще не начинай, всюду советуют начинающим предпринимателям. Вы, наверное, думаете, что это метафора, что успех бизнеса лишь опосредованно зависит от веры в него. Нет. Нет. Именно самым прямым образом. Русские народные поговорки и приметы – вехи народного наблюдения. Я не зря решил подтвердить свою мысль посредством всем с детства знакомых народных наблюдений о счастье и несчастье, об удаче и неудаче. Народ в течение веков наблюдал динамику процесса обогащения и, не всегда понимая скрытых причин, все же довольно точно охарактеризовал видимую сторону. Дуракам лишь клад дается, записал в текст народную поговорку поэт Ершов. Это удивительное наблюдение, кажется на первый взгляд совершенно алогичным, нелепым, но оно истинно. Почему клад и шире взяв богатство дается дуракам? Есть их евангельское определение – нищие духом. Менее грубое, но суть та же. У дурака есть одно любопытное свойство. Начиная какое-либо дело, он не думает обо всех предстоящих сложностях, препонах, преградах, которые умный заранее расставит на своем мысленном пути. В силу этого у народного дурака сложное оказывается простым, но, казалось бы, это его личное дело – не видишь стены – не значит, что лбом не треснешься. Однако, что за чудо? Дурак, стены не видя, проходит ее насквозь, даже не заметив, и не только в сказке, сплошь и рядом в жизни. Успех получается у него сам собой. Видимо, истина, хорошо видная умным, на самом деле была воображаемой, самосозданной в сознании, иллюзорной. Это свойство выпадения удачи, особенно коммерческой, духовно тупым натурам – не случайность и не подслуживание небес. Мир зависим от наших представлений о нем. И чем больше духовно утонченная натура видит для себя в мире препятствий, тем больше их, по ее же заказу, возникает. Например, если перед нами рафинированными интеллигентами поставить проблему «начни торговлю», то он придумает вам тысячи причин неуспеха заранее, и сговор на рынке, и мощь оптовых поставщиков, и рэкет, и неустойчивую алчную власть, и еще множество факторов. Но мы зачастую видим, как сосед этого интеллигента, учившийся в школе для саморазвитых детей, даже и такое бывает, вдруг открывает торговлю и успешно ее ведет, потому что в силу своей тупости, и неразвитости воображения, не думает о предстоящих трудностях. Мы со злорадством смотрим на дурака, мол, не видит капкана, сейчас в него и угодит. Он проходит, и капкана не оказывается на месте. Мы идем следом и попадаем в долгожданный капкан. В чем же дело? Мы просто живем в разных мирах. Но об этом позже. Беда не приходит одна, гласит наша пословица. Почему бы так? По простой вероятности, беда и радость, удача и неудача, должны вроде бы распределяться примерно поровну. Во всяком случае, хаотично. Но народ издавна подметил, что судьба наносит удары кучно. Почему-то одна беда притягивает, намагничивает другую. Чем больше бед, тем больше их добавляется, словно бы им свойственно по-пчелиному роиться. Что за притча? Ведь удача и неудача – суть жребий, не подвластны нам, нашему уму и нашей воле. Как мы можем заранее рассчитать удачу и неудачу? Как мы можем ее увеличить или уменьшить? Возможно ли шулерство в казино удачи? Об этом ниже. А пока запомним накрепко. Человек, подвергнутый удару неудачей, каким-то образом теряет иммунитет. И одна неудача – открывает дорогу другим, внешне с ней вроде бы никак не связанным. Паршивое козлище всю овчару портит. Прямая суть поговорки ясна – больное животное поражает здоровое. Но ведь речь идет не о животных и не об эпидемии. Символический план поговорки – символический план поговорки иной. Один член коллектива, одержимый некой духовной проказой, способен испортить весь коллектив, развратить, расслить. А почему, к примеру, не наоборот? Казалось бы, у коллектива куда больше возможностей переделать козлище в себе подобного. Какой козлищий интерес – воевать со всеми окружающими? Да зачастую он и не ставит цели кого-то переделывать. Все само собой получается. Изменяется социальная реальность в коллективе. Из успешного он становится сборищем неудачников. Из образцового – толпой жуликов и нытиков. Почему? Насколько очевидно проглядывает здесь фактор веры и воли? Мы на пороге разгадки великой тайны – соотношения материальной реальности с верой и волей человека. Родился в рубашке – это об удачливом человеке. Как в поговорке «беда не ходит одна» и здесь подчеркнуто – по мере получения удачи, вероятность нового ее получения возрастает. Чем больше побед, тем больше шансов на новую победу. Чем очевиднее успех, тем больше шансов на его повторение. Почему? Что за странная взаимосвязь? Вроде как человека надо убедить в том, что он успешен, и после этого он магическим образом становится успешным? Деньги идут к деньгам. Вот еще подтверждение сказанного. Почему богатые становятся еще богаче, а бедные еще беднее? Играет ли тут роль фактор заговора? Если да, то кто мешает бедным составить такой же заговор. Вопросы, вопросы и нет пока ответа. Никогда не говори за людей «нет», пока они сами тебе этого не сказали. Мудрая и очень практичная поговорка. Зачастую, человек так зримо воображает предполагаемый отказ в своей просьбе, так отчетливо и в ролях разыгрывает в воображении сцену своей неудачи, что идти и выяснять уже ничего не надо. Он сам спросил и сам ответил «просьба умерла в нем самом, чего же боли?». Но нередко мы встречались с ситуациями, когда какой-то человек все же преодолел себя и решил пойти и узнать настоящий результат. Он ничуть не удивляется, когда результат в точности соответствует его развитому воображению. Казалось бы, он просто правильно рассчитал мир, но кто-то другой вдруг добивается совсем иных результатов, с тем же стартовым показателем, что и у нашего скептика. Почему? Метафизика Вселенной. Когда православный русский читает в Евангелии четкую инструкцию по пользованию Вселенной, просите и дано вам будет. Имейте веру, хоть бы с горчичное зерно и можете двигать горы, приказать дереву с корнями броситься в океан, то он, в силу особенностей воспитания, понимает это, как оторванную от жизни аллегорию. Евреи лучше русского знают, что этот текст нужно понимать буквально, что перед нами действенная система обустройства жизни. Иисус Христос прекрасно знал ответ на ваш вопрос, как заработать большие деньги. У индусов мы находим представление о майе, вселенской иллюзии, окружающей человека, неком царстве миражей, скрывающем истину брахмана. Неужели материальная природа – иллюзия? Неужели устойчивый привычный мир вокруг нас – простой мираж? И как законы вещей, которым мы привыкли повиноваться, придуманы нами же самими? Для себя я этот вопрос давно решил положительно. Ученый со степенью и предприниматель с миллионами, я хорошо знаю. Если завтра человечество уверует, что Земля, извиняюсь за выражение, параллелепипед, то из космоса будут приводить угловатые снимки нашей планеты. Уже со школьной скамьи мы знаем, что материи нет, что с виду Шерла и предмет состоит из частиц, удаленных друг от друга в космических пропорциях, а внутри частиц тоже пустота. Но и ядро атома столь же пустое, там есть свои элементы. Пока наука докопалась до кварков, придет время – докажут и их пустотность. Итак, материи не существует. Но может быть существует энергия? Расчеты современных физиков показывают, что сумма всех положительно и отрицательно направленных энергий во Вселенной должна быть равна нулю. Да и мы это знаем, что действие равно противодействию. Разве не повод задуматься о реальности энергии? Если нет ни материи, ни энергии, то может быть есть пустое пространство? Современная наука сворачивает пространство в математическую точку без объема. В условиях бесконечности в любой точке Вселенной можно отложить во все стороны математически равные отрезки. Но ведь это формула шара. И получается, мы все время находимся в центре одного и того же шара, сколько бы ни перемещались. Бесконечность не есть что-то огромное, как кажется обыденному сознанию. Огромное все же имеет материальные параметры, а бесконечность их лишена. Математически она гораздо ближе и топологичнее к нулю, нежели к громадинам, смущающим воображение. Гигантизм Вселенной и затерянность в ней песчинки человека – шизофреническая иллюзия 20 века. Она отражает не истинное положение вещей, а только лишь болезненное упадничество духа своих создателей. Но если встать на точку прения индусов с их майей, иллюзорностью материального, то что же есть на самом деле? Мне представляется, и это подтверждает мой коммерческий опыт, что на самом деле существует динамическая система взаимосвязи личности и Вселенной, очень гибкая и рассчитанная под умственную зрелость личности. Я представляю себе Вселенную, как аппарат по иллюстрированию наших представлений о ней. Мы ненадолго входим в майю и существуем здесь, в том мире, который посчитаем нужным создать для себя. Казалось бы, сказка, королевство мечты. Но опасность заключается в том, что наше сознание способно смоделировать и зло, и ад на Земле. Напрасно винить в этом Вселенную, она лишь выполнила нашу заявку. Винить нужно себя, поэтому великие учителя человечества и настаивали на личном преображении человека, понимая, что со старыми взглядами на Вселенную бесполезно строить новый мир. Мы живем в мире веры и воли, и только. Все прочее имеет характер плацебо. Что такое плацебо? Медики так называют пустышку, которую дают больному под видом лекарства. Веря в то, что это лекарство, многие внушаемые больные поправляются. Так вот, акции, денежные знаки, дипломы и все прочее – это ваше плацебо, наши зацепки за собственную веру. Взгляните на них повнимательнее. Чем бы стали эти цветные бумажки без коллективной веры в них, без коллективного обожествления их? Только ваша горячая вера в их ценность делает их действительно ценными. Плюсом к тому, делает их труднодостижимыми для вас. Если вы внутренне настроены на то, что деньги добыть трудно, то вам добыть их трудно. Факты, подтверждающие вашу правоту, послушная Вселенная вам охотно предоставит. Она ведь работает, но по вашим заявкам. Чем больше в них будет фаготы, тем убедительнее для вас ваша бедность, тем больше вы в нее вязнете. Наступит момент, когда количество вашей веры в собственный успех сравняется с горчичным зерном. Тогда, горе вам, вы уже неизлечимы, вы создали устойчивый мир вокруг себя, который почти невозможно поколебать. Вера опасны, двухсторонний фактор. Она может помогать вам расти, и она же может пригибать вас к ничтожеству. Она обогащает вас, и она же погружает в трясину безысходной бедности. Наш мир мы получаем прежде всего от родителей. Это то, что индуса называют кармой. Поскольку у духа, вошедшего в плотные слои майи, нет пока своих представлений о жизни, мир для него созидает его наставники. Чем мир был для родителей, праздником или каторгой, тем он станет и для ребенка. Потом, матерея, нам очень трудно перемолоть свою карму. Нас убедили и доказали фактами, примерами, что добыть тысячу очень трудно, и мы не понимаем, как для кого-то может быть легко добыть миллион, ведь все же очевидно. В переломной эпохе становится особенно ясно, как много значит наше представление о жизни. В прореформенной России 90-х годов 20 века одна часть населения считала капитализм раем, ныне и живет в раю, по крайней мере в материальном раю. Другая часть верила, что капитализм это ад, их так воспитывали, и они оказались в аду. Как только прозвучало ключевое слово плацебо – капитализм. На самом деле, любые измы пусты, содержанием их наполняет ваше представление о вселенной. Люди Маркса и люди Смита одинаково равны, просто они живут в разных мирах, в разных вселенных. Вселенная складывается из разных слоев и пластов представлений. Наши личные представления, коллективные и групповые представления, исторически сложившиеся представления ряда поколений и абсолютные законы природы, которые никогда не изменялись на памяти человечества. Соответственно, существуют и модусы, приговоры по реальности вокруг нас. Мы и сами не знаем точно откуда, но твердо убеждены, что это невозможно. Другое маловероятно, третье весьма вероятно, а четвертое неизбежно. Однако воля человека, если ее тренировать, как спортсмены тренируют мускулы, способна противостоять даже четвертой группе представлений, абсолютным законам с модусом невозможно. Во время своих командировок в Юго-Восточную Азию и Индостан я сам встречал и общался с йогами, магами, монахами, которые преодолевали гравитацию, левитировали, телепортировали предметы. Это высоты воли, чудовищная ее сила, сопоставимая с той, что отражена в словах Христа о горчичном зерне веры. Немногим дано преодолеть майя у самого ее основания, поднять ее громаду у самого фундамента. Мы знаем, что такими были ученики Христа, причем очень ярко описан случай, когда ученик, вопреки закону природы, пошел к Христу по воде, но затем усомнился в возможности такого чуда и тут же начал проваливаться и утопать. Вполне исторические свирительства имеются о русском святом Серафиме Саровском, который парил над землей, то есть левитировал вопреки гравитации. Признаюсь честно, таких высот в альпинизма я произвожу сей вид спорта от двух слов, воля и альпинизм. Я не достиг и навряд ли уже достигну. Но я знаю, что если возможен мировой рекорд в альпинизме, то возможны его и региональные чемпионы и дворовые турниры. Если вы ставите задачу разбогатеть, то вам не нужно надрываться над преодолением законов природы. Вам гораздо легче, ведь деньги относятся не к категории обязательного, а к категории вероятно. Мало кто из вас, читатель, видел подобное мне, левитирующих магов. Но практически все вы видели богатых людей недалеко от себя, может быть даже в соседней с вами квартире. Дело в том, что как мы уже показали на примере русских пословиц, удача отнюдь не слепа. Она дается каждому по вере вашей, в соответствии с волей и направленностью воли каждого просящего. Так протопоп Аввакум выпросил себе у вселенной времена нейроновой и диалектиановой, предобрейшим Алексея Михайловича, много раз безуспешно пытавшимся помиловать свою жертву. Волю к овладеванию деньгами у нас, еврейских семьях, воспитывают с раннего детства. Именно в методике вальпинизма секрет еврейского сказочного богатства. Потом, конечно, сюда приложится и заговор, и сверхсолидарность евреев, но основой стала еврейская вера в богоизбранность. Бог отдаст нам все богатства, твердили евреи из века в век. Богатство им отдал, конечно, не Бог, творческая, мыслящая, праведная сверхличность вселенной, а вселенная, майя, иллюзия материального. Бог, думаю, скорбел, глядя на дела моих единоплеменников. Но вселенная дает каждому по вере, а не по праведности. Уж куда яснее сказать, чем в Евангелии. Будет вам по вере вашей. Без миссионизма еврейства наш заговор был бы пустышкой. Он и есть пустышка, плацебо, держась за которую евреи думают, что поймали Господа за бороду. Невозможно объяснить еврейский успех только материальными факторами. Разве не могли противопоставить заговору жалких и гонимых безродных бродяг другие народы свой более мощный заговор? Разве не имели власти могущественные государи над иудейскими своими подданными? Но я воспитан в среде, верующие в деньги мира, как в собственные деньги, и прикладывающие уже затем к этой вере множество правдоподобных плацебо. Еврей прирожденный в альпинист, как негр прирожденный боксер-спортсмен. Но это не значит, что другие народы не способны освоить в альпинизм. Просто им труднее, потому что их менталитет, еще одно плацебо для родительской вселенной, включает в себя много вредных для обогащения представлений. Однако есть же богатые и среди русских, хоть их и меньше, чем евреев. В альпинизм, как и любой спорт, зависит от исходных данных, интенсивностью тренировок можно сгладить дефекты исходных данных. У русских, как у народа, способности к альпинизму очень большие, но развита, если так можно выразиться, иная группа кредо-мышц. Русских отличает очень сильно мессианский дух, позволяющий им, фигурально выражаясь, в лаптях запускать спутники, осушать моря и поворачивать реки. Это было именно чудо, если считать в альпинизм чудом. Чудо, в которое отказывались верить на рационалистическом западе. Методики роста доходов Итак, приготовьтесь к практической тренировке в стиле в альпинизма. Для начала нужно измерить свои способности в естественном состоянии. Сколько вы зарабатываете? Насколько рассчитана ваша индивидуальная вселенная? Прежде всего, нужно проанализировать свой круг общения. Отсечь скептиков, нытиков и пессимистов, а не как гири на ногах в альпиниста. Напротив, постараться найти себе единомышленников, оптимистов, верящих в успех так же, как и вы. Группой пробиваться к вершине всегда легче, сказывается фактор взаимовытягивания. Снаружи это принимает за простую группировку, банду, затворщиков. Это все иногда накладывается, но только как плацебо. Группировок много, но не все из них успешны. Большинство прозябают. Значит, главный вопрос не в группировке, которая сама по себе и отнюдь не гарантирует успеха, а в каких-то особых свойствах внутри группы. Мы назовем это групповой вальпинизм. Очень важный и сложный этап. Отказ от старого мира, от реальности, создавшейся стихийно, трудами родителей и ваших друзей, в хаосе ваших детских впечатлений. То, что сейчас кажется вам объективной реальностью, на самом деле, весьма случайный набор фантазий о мире из самых разных источников. Задумайтесь, каким должен быть новый мир, может быть вам не хватает чего-то иного, а не денег. Мы сейчас говорим только о деньгах. Если вы твердо уверены, что вам не хватает какой-то суммы, то приготовьтесь к штурму рубежа новой реальности. Если вы бедный учитель и загадаете миллион долларов, то голову даю на отсечение, вы провалитесь. Это как если нетренированному спортсмену поставить планку чемпиона мира. Нужно понимать, что хотя для вселенной нет ничего невозможного, бывают и нищие выигрывают миллион в лотерею, и как вы понимаете, неспроста. Но есть и многое, пока невозможное для вас. Будьте реалистом. Рост доходов планируйте на следующий год, чтобы было пространство для маневра, и не начинайте больше, чем с 20%. Однажды поставил планку удвоить доходы и с треском провалился. Не потому что методика сдала, а потому что сам не смог поверить в такой оборот. Риск здесь один. Поставите высокую планку, провалитесь и усугубите сомнения. После каждой неудачи вернуться на траекторию удачи становится сложнее, хотя без выходных положений, конечно же, не бывает. Главная опасность. Казалось бы, чего проще? Загадал себе желание, всерьез захотел чего-то, и вот оно готовенькое из духовки вселенной. Но на самом деле вселенная удовлетворяет далеко не все желания. Психотехники разных народов мира учат об одном – преодолении эмоциональной стороны желания, то есть вожделения. Сравните свои ощущения в двух случаях. Когда вы хотите поесть, вы идете на кухню и открываете холодильник. В нашем внутреннем мире желание есть, но вожделения нет. Вы спокойны, эмоции отсутствуют. Вы не задаете вопроса, как и откуда попали в холодильник кефир и колбаса. Вы знаете, что они проделали довольно сложный путь, но у вас их всегда в избытке, и вы не беспокоитесь о них. Они рядом, только руку протяни и возьми. И наших чувств могут не разделить народы Азии и Африки, где массами мрут от голода. В их случае к желанию пищи примешивается испуганное вожделение, страх перед тем, что пищи может не быть. Чем сильнее этот страх – это сомнение, недаром говорят страшные слова «червь сомнения», тем меньше вероятность получить желаемое. Как писал Пушкин, чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей. То же самое можно сказать и про деньги, потому что принцип тот же. Я не знаю ни одного бизнесмена, который бы любил деньги. Бизнесмены используют деньги, цинично и расчетливо, а любовь к деньгам сгубила бы их. Вы ведь знаете, что для получения прибыли вначале нужно много вкладывать, то есть расставаться с деньгами, и чем безжалостнее это расставание, тем лучше результат. Любят деньги, как ни странно, именно бедняки. Они над ними сохнут, перебирают их, мусолят в руке, дорожат ими и оттого не получают взаимности. Денег к ним всегда идет мало. Отсюда и девиз бизнеса, который вы многократно слышали – скопить по-настоящему крупную сумму невозможно, ее можно только заработать. В чем тут соль? Вселенная вместе с нашей заявкой путем вожделения получает добавочную заявку на труднодоступность запрашиваемого. Если вы вожделеете, а не просто и буднично хотите, то на ваши заявки пробита страшная метка – желает получить с великими трудностями. Тут опять-таки некого винить. Вы заказали пирог с проблемами, вы его и получаете. Он, конечно, обрастет массой плацебо, вроде экономических условий, темпов роста индустрии и так далее, но все это наносное. Однажды на экономическом форуме в Турции турецкие экономисты жаловались мне, что у них все как в Европе, только доходы населения в 10 раз ниже. Ничего не понимаем, законы те же, климат тот же, производство динамично развивается, а люди как жили в 10 раз беднее Европы, так и живут. Россия со своей калькой западного стандарта – другой пример. Некоторая часть России влилась в стандарт и потребляет по-европейски. Другой вопрос – хорошо это или плохо. Оставшиеся населения не верят в успех, а стало быть, даже в самых выгодных условиях ведет образ жизни неудачников. В России сейчас сложилась ситуация, когда нытики друг друга топят, усугубляют свои бедствия своим крайним пессимизмом, обмениваются им, как видеокассетами друг с другом. Именно поэтому вальпинист в России будет в более сложных условиях, чем на Западе, где все пронизано идеей успеха, и он должен ставить себе поначалу более легкие нагрузки, чем европеец. Итак, вы имеете желание. Его можно записать для самоконтроля или хорошенько затвердить на память. Оно должно быть, то есть казаться вам, реалистичным, не слишком резко изменять вашу жизнь, быть очень холодно-рассудочным, без всякой примеси вожделения. Предположим, скромный служащий получает 8000 рублей в месяц. Однажды он взял в руки вальпинистскую бумагу, вид плацебо, и написал на ней «Со следующего года я буду получать 10 000 рублей в месяц или 120 000 рублей в год». Теперь задумайтесь, какого рода плацебо можно применить для достижения этой цели? Какие действия убедят вас в том, что вы можете больше зарабатывать? Какие ставки нужно сделать в уповании на удачу? Это нужно не вселенной, для которой ваша просьба пустяк, это нужно вам для самоубедительности. Нужно отдавать себе отчет, что вселенная даст вам просимое без всяких действий с вашей стороны, если только вожделение не подаст предательскую заявку на трудность получения. Чем сложнее кажется нам добиться какого-либо результата, тем он и в реальности сложнее для нас. Одни легко играючи получают диплом вуза, другие с великим скрежетом. Одни в шутку становятся кандидатами наук, у других на защиту уходит целая жизнь. Одни, лежа на диване, зарабатывают миллионы, другие в вечной беготне и суете не могут и на хлеб наскрести. Не вожделейте, не говорите себе «хорошо бы», знайте, что там-то ждет вас кто-то и старайтесь приблизить это знание к максимуму спокойствия. Вы же не волнуетесь за заначку в шкафу, потому что точно знаете, где она и сколько в ней. Такое же знание о будущем, как о прошлом, без переживаний и страстей, с отчетливостью летописца. Вот вершина вальпинизма. Вы загадываете будущее так, как будто вспоминаете прошлое. По схеме «да, кстати, на следующей неделе я ведь найду неучтенную тыщенку. На что же ее потратить? Может быть положить в банк или купить подарок жене?» Чтобы избавиться от вожделения, от болезненного страха перед неисполнением желания, рекомендую свой личный метод – смещение приоритетов. Это когда человек, чтобы не думать о деньгах, например, содержимостью вливается, скажем, в садоводство. Очень актуально для России. Целый день у него болит голова, где достать семян, чем удобрить грядки, как вырастить супертыкву. И где-то на краю сознания, на периферии, болтается мыслишка про, кстати, те 300 тысяч в следующем месяце. Они так внезапно упадут, где бы их разместить? Ах, не до них теперь, рассада вянет. Если вы болеете за сад, спортивную команду или некую научную кафедру, то дела у них пойдут хреновенько, ведь принцип волнения за предусматривает усложнение в том, пусть у вас увянет рассада, зато 300 тысяч придут в нужный срок. Может быть, конечно, и наоборот. Рассада вырастет на славу, а деньги так и не придут. Значит, вам не удалось переключить свои страхи, значит, вам не удалось переключить свои страхи на пожирание другого предмета. Страх нищеты оказался сильнее. Если вы проанализируете знакомых нам более богатых людей, то обязательно увидите у них некоторую престижную страсть, которая часто кажется им нелепой. Какое бы ему дело до футбола, если у него многомиллиардный оборот фирмы, но именно футбол загружает его червя сомнения и не дает ему сгрызть сданное, сгрызть дело. Наш мир, если отбросить иллюзии материального, представляет из себя запутанные перекрестки многих воли и вероисповеданий. В бизнесе ваша воля должна быть сильнее воли покупателя и воли конкурента. Именно поединок на внутренней стороне реальности – то волевое противостояние, которое лучше всего иллюстрирует русская игра в гляделке, когда глаза в глаза и кто первый сморгнет, решает суть дела. Имя товара и его качество – все это вторичные плацебо, лотерейные билеты. Качество в зависимости от вашей воли могут выиграть или проиграть. Всякий человек, кто занимался бизнесом, охотно вам подтвердит – торговля зависит не от товара, а от продавца. Один человек умудряется сбыть полнейший хлам, а другой сидит на золоте и в полцены его сбыть не может. Другой ловко реализует ненужное, а другой нужное позарез не в состоянии продать. В чем тут дело? Внешне, в психологии, в том, что один боек, а другой скован, неуверен, подавлен. Но присмотритесь внимательнее, почему так? Не очевиден ли ответ? Первый – человек длинной воли, а второй – самосборный неудачник. Я часто был свидетелем преображения людей робких и прибитых, когда в их руках оказывались некое необходимое им плацебо, когда им начинало казаться, что они обрели волшебный меч-хладенец, и уж теперь-то все сильны. Затюканный аспирант, вдруг защитившись, становился львом. Ему казалось, что он теперь силач. От чего? От никчемного клочка бумаги, который другому ничем не помогает, или от той меры, которую именно этот человек вкладывал в именно этот предмет? Помните, что не в предмете сила, а в вашей вере. Не амулет, не талисман защищают и приносят счастье, а связаны с ними ментальный образ могущества. Предмет всегда плацебо, пустышка, и в других руках он будет никчемнейшим пустяком. Но на первом этапе полезно мистифицировать себя. Я подписал договор с Петренко, я теперь все могу, у меня все в руках. Если вы действительно в это верите, то договор с Петренко станет вашей счастливой картой. Если усомнитесь, обнаружится пустопорожность бумаги. В бытность депутатам я знавал двух помощников депутатов, назовем их Иванов и Петров. Так вот, одна и та же корочка помощника депутата принесла Иванову прекрасный бизнес и расширение возможностей, а Петрову служила только для бесплатного проезда на общественном транспорте. Как-то Иванов в кругу общих знакомых стал хвалиться, что он помощник депутата и многое может. «Добро», — отвечали знакомые Петрова. «Мы знаем человека, он тоже помощник, и нихрена ему это не дало». Рубежи роста. Занимаясь вальпинизмом, вы должны себе установить рубежи роста. В своем обогащении вы будете продвигаться от рубежа к рубежу, все выше и выше прыгая. Если где-то произойдет спад, значит нужно вернуться к исходному показателю. Вы поставили планку высоковато. Рубеж должен все время быть в вашем сознании и не выходить в то же время на первый план. Самое лучшее — загнать его в подсознание, чтобы не думать о нем, а смутно ощущать. Поделюсь своей методой. Я писал некую цифру, свой рубеж, на разных бумажках, в органайзерах, на телефонной трубке, на производственных совещаниях, в приемных министров и т.д. Все время только одно число, без комментариев, без излишних разъяснений. Я приучал себя к тому, что это число, очевидно в будущем, точно оно, мое, принадлежит мне по праву. Я должен привыкнуть к нему и не удивляться, когда оно возникнет в моей чековой книжке. Практически всегда срабатывало. При этом, назначая число, я на последних этапах бизнес-карьеры вообще не думал, откуда оно возьмется. То есть не цеплялся за плацебо суетливой лихорадочных магических действий бизнесмена. Я просто знал, что обстоятельства сложатся так, что навяжут мне всем своим необратимым ходом именно это число, и мне останется его только принять. Вы можете идти по моим стопам, можете придумать свой мнемонический способ. Но помните, действуют не бумажки и не числа, действует разум, мысль, все прочее плацебо. Если вы глумливо попытаетесь проверить мою методу и со смехом обнаружите, что она не работает, вы сами запрограммируете свой неуспех. Я уже говорил, что факты – вещь податливая. Вселенная предоставит вам в подтверждение вашей теории мира любое количество фактов. Действовать методика может начинать только тогда, когда вы используете ее с верой в успех. Когда вы заранее строите планы покупок на еще не пришедшие деньги. Когда вы заранее строите хлева под еще нерожденный скот. Именно состояние духа представителей нации, а не какая-то экономическая или социальная система, обеспечивают нации достаток. Богатство не дал коммунизм, не даст его и рынок. Это все не более, чем плацебо для потребительского духа. Наличие денег вообще внерыночное понятие, потому что рынок нацелен на максимальную экономию денег. Если у вас есть мыло, а у меня шило, то мы могли бы их купить друг у друга. Но кроме взаимного желания, нужно чтобы у каждого, кроме шила и мыла, завалялась еще и монетка. Или барта, без денег. Но в макроэкономике это очень тяжело осуществить. Получается магический круг. Чтобы начать производство, нужны деньги. И чтобы стать потребителем, нужны деньги. То есть мы еще не начали ни производить, ни потреблять, а деньги уже нужны. Кто их даст, коли не производство и не потребление. Вселенная. Вначале было слово. Логос, мысль, запланированность изобилия. И лишь затем, на волне оптимизма и ожиданий лучшего, на волне смелой мечты приходит материальное благополучие. О добром и злом духе. Здесь я хотел бы еще раз предупредить об опасности тех знаний, которые вы почерпнули. Я недаром отделяю Бога, как творческое и личностное начало, от вселенной, как безликого аппарата по производству иллюзий. По сути, вы увидели мир без материи, энергии и пространства, как он есть. Мир трех лиц. Вашего духа, доброго духа и злого духа. Мир и всегда был таким. Неважно, знаете вы это или нет, вы всегда находитесь в пространстве между абсолютом добра и абсолютом зла, в промежуточно подвешенном состоянии. Деньги есть субстанция абсолютно нейтральная. Добром или злом она становится только в ваших руках. Собственно, деньги – это не монеты и не бумажки, плацебо, а мера вашего могущества в современном мире. Если вы богаты, то становитесь как бы магом, способным казнить и миловать, вызывать дождь и разгонять тучи, возводить дворцы и разрушать города. Не обольщайтесь нейтралитетом матрицы, вселенной, она выдаст по шее без разбора по вашей заявке. Но злой дух стоит за каждым вальпинистским упражнением. Соблазн использовать мощь своей откачанной воли будет преследовать вас всегда, как качка преследует жажда проверить себя в драке. Вальпинизм делится на два уровня – воля для приобретения себе и воля для отчуждения у других. Поскольку вселенная бесконечна, в ней есть бесконечное количество мыслимого и даже немыслимого, поэтому мрачные сентенции в мальтузианском смысле об ограниченности пирога – это происки злого духа. Одержимый злом вальпинист не следует мудрому правилу «хлеба к обеду в меру бери». Он самоутверждается не в приобретении вещей себе, а в унижении и додавливании неудачников вокруг себя, в их нарочитом третировании. Богатство рассматривается не как «моё наличное», а как «чужое отсутствование». Величие не в имении самом по себе, а в возвышении над уровнем других. В современной России это очень развито. Стремление отсечь дверью идущих следом, понадкусывать чего не съем, постоянно прослеживается красной нитью российских реформ. Рождается гиперофилия, любовь к фактору нищеты у власти, глубоко ущербное чувство власти имущих. В итоге вальпинисту из народа приходится преодолевать не только собственные страхи и комплексы, но и мощную чужую волю, направленную вниз на сбрасывание последователей.